Более 6 тысяч мероприятий за полгода с общим охватом более 150 тысяч человек. Такой объем профилактической работы. В зоне особого внимания школы, колледжи и вузы. Продолжается работа по системному показу видеороликов фильмов антинаркотической направленности в образовательных учреждениях. Охват учащихся по просмотру составляет 100%. Второе. Организуется ежемесячное специально значимое мероприятие антинаркотической направленности, проводимое в общеобразовательных организациях. Организованный ректорий для родителей. Распространяется и используется в работе наглядные пособия, фильмы, слайды, аудиозаписи, блокады, несущие дополнительную информацию только с рекомендованных официальных сайтов Министерства образования антинаркотической комиссии. В первом полугодии не было выявлено ни одного случая употребления наркотиков несовершеннолетними. Основной проблемой остается курение в среде несовершеннолетних. В прошлом учебном году протестировали 814 учащихся. Оказалось, что следы распада никотина в организме обнаружены у 6,5% школьников и у 40% студентов. Задача взрослых не проходить мимо. Кроме того, следить, чтобы соблюдался закон о запрете продажи табака ближе, чем за 100 метров от социальных объектов. Существуют такие факты, когда продают это из-под полы. За этим мы должны ввести постоянный контроль. Это постоянный контроль позволит нам и не только со стороны, допустим, администрации города Куров-Каната и нашими профильными подразделениями, которые отвечают за эти вопросы, но это включает и в том числе сотрудников отдела внутренних дел. Это касается нашей общественности, это касается наших общественных помощников, это касается непосредственно вас. Это обходит вашу обязанность. Я попрошу на это обратить особое внимание. По словам Сергея Козлова, борьба за души детей должна идти в ежедневном режиме. В управлении образования сообщили, что в новом учебном году здоровому образу жизни и семейным ценностям будет уделяться особое внимание. Речь не только о пропаганде, но и о самых разных видах активного досуга.